Сегодня гостью моей программы фигуристка, которую все называли рыжебестией. Не столько из-за цвета волос, сколько, наверное, из-за темперамента, который, по-моему, мог растопить лёд. Итак, Наталья Бестемьянова, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы. Уже 33 года жена нашего тоже выдающегося спортсмена, фигуриста, мастера спорта, чемпиона Игоря Бобрина. Вместе ведь вы создали вот этот театр. Он тогда назывался не Театром Людовых, да, меня? Здравствуйте. Никак не прорвусь. Спасибо, что я здесь с вами. Очень вас люблю. Спасибо. Я тоже. Игорь создал театр, когда я ещё была в спорте. И театр был создан в 1986 году. И он уже назывался Театр Людовых Миниатюр под руководством Игоря Бобрина. То есть вы не хотите себе приписывать чужих заслуг? Ни в коем случае. Даже если это заслуги мужа. Он начал. А потом уже я пришла и помогаю теперь. Ещё как. Тем более, что вы стали директором этого театра, насколько я понимаю. Вы знаете, пришлось. Пришлось. Просто в какой-то момент, когда ни один директор сменился на этом посту. И Игорь просто у меня сидит как-то за столом, за чашкой кофе. Он практически со слезами на глазах. Он мне сказал, Наташа, если ты не возьмёшь всё в свои руки, мы пропадём. А почему он не мог взять свои руки? Ну, потому что он совсем другого склада человек. Нет, это вообще не его. С какой любовью вы начали говорить о том, что он другой. Но ведь вы могли оставаться просто примой, которую любят зрители. Вам важно держать всё-таки всё под контролем? Или вы до конца, ни вы, ни Игорь, кроме себя, никому не доверяете? Вот всё, что вы сказали, правда. Я действительно, пока сама всё не проверю, я не успокоюсь. Если я выключилась, то не будет успеха. У меня такое внутреннее есть состояние, что я должна, если я хочу. И это было всегда. Да. Когда мы ставили программы в спорте, я должна была быть всегда в тонусе. Потому что если я что-то пропущу, и будет что-то сделано помимо моей воли, это не будет то, что должно быть в программе. Это вам так кажется? Или все так говорили? Нет, нет, это было моё внутреннее ощущение. Возможно, это совсем не так. Но я вот всегда должна контролировать всё в своей жизни. Я на самом деле завидую людям, которые могут жить по-другому. Это тяжело. Это вообще не здоровье. Я понимаю. Я понимаю. Но вообще это эмансипированные женщины. Чаще всего говорят, что стали такими, потому что им просто не на кого было положиться. Но мне кажется, что заниматься фигурным катанием парным невозможно, не доверяя партнёру. Тем более в танцах. В танцах мы вообще ведомые женщины. Вы знаете, когда я вставала в пару с Андреем Букиным, то я не задумалась. Потому что это на каком-то интуитивном. Что ему можно доверить. Потому что действительно, ты доверяешь свою жизнь. Ведь партнёры бывают разные. Бывают вредные и бывают подлые, которые втихаря тебе подножку могут поставить. Послушайте, поставят тебе подножку. Они же ставят подножку себе. Так бывает на тренировках. И те, кто катается в парах, они знают, что такая подлость существует. Но у нас этого никогда не было. А всё-таки по жизни вы позволяете мужчине себя вести? Я задумалась. Я задумалась. Вообще я очень изменилась. Именно с приходом к Игорю в театр. Для меня это была ломка. Это не было естественным таким действием. Потому что на самом деле я действительно была таким человеком в каких-то вещах очень ведомым. И с того момента, когда мне пришлось начать заниматься театром, я стала контролировать. Где-то внутри это, видимо, было. И мужа тоже? Ну, ровно настолько, насколько ему комфортно. Я контролирую. Вы ведь козерог. Говорят, что девиз козерогов — счастье в труде. И вроде бы... Правда, да? Я никогда не слышу, что это про меня. Да, ну, вроде бы вы всем своим видом, потому что вы прекрасной и такой вот, и спортивной, и женской форме это подтверждаете. Но я думаю, а вдруг астрологи ошибаются, и вы вот такое воплощённое доказательство того, что всё-таки счастье в большей степени в любви. Значит, счастье в труде — это очень хорошо, это про меня. Но без любви моя жизнь вообще ничего не стоит. Ну, вообще. И мы начинаем первую главу, которая называется «Она». О вас рассказывает Татьяна Анатольевна Тарасова, ваш тренер. Главный, наверное, тренер по жизни. Да. Я очень люблю талант. Ну, потому что что же ещё можно любить? Да. Ну, я очень верю в трудолюбие. Может быть, даже ещё и больше, чем я люблю талант. Поэтому вот в этой девочке на длинных ножках из огромной рыжей гривы очень смешной сочеталось и то, и другое. Она очень быстро говорила. Непонятно, что я в неё сразу влюбилась. В общем-то, можно сказать огромное спасибо её маме, которая её родила с такой вот обнажённой душой, которая хватала всё душой и сердцем и выдавала это на лёд. Люди любят её и остаются с ней навсегда. Я тоже так живу. Это редкие люди, которые, можно понять, что они не желают тебе ничего сделать плохого. Мне хорошо бы, чтобы не пригодилось то, что за мной будет ухаживать Наташа. Но то, что она меня не забудет, я это точно знаю. Трогательно. Очень трогательно. Я заплачу. То есть я понимаю, что для неё безумно важно знать, что вы будете с ней, если ей будет это нужно. Вы будете с ней. Конечно, конечно. Между нами есть какая-то нить. Когда я ушла из спорта, мы пытались её порвать. Были трудные отношения. Нам это не удалось. Так что она эта нить есть, существует, и дай Бог. Ваш муж Игорь Боблин. Такие люди с огненно-рыжими волосами, они не могут быть спокойными. И, наверное, это идёт из детства, когда, наверное, она получала очень много дразнилок в свой адрес, включая и Веснушки, которые у неё тоже присутствуют. И не всем почему-то женщинам и девушкам это нравится. Хотя я в восторге. И ей приходилось защищаться, наверное. И вот такая, если можно выразиться, агрессивность в поведении, в хорошем смысле этого слова, присуща Наташе, конечно. А вообще-то она очень разная. И в этом её прелесть. Например, она может быть тихой, доброй, и аккуратной, и расслабленной, когда мы находимся вне льда, и когда ей приходится вставать на место тренера, репетитора, то здесь может быть и строгость, и жёсткость, и такая агрессия. Наверное, у Наташи отсутствует нахальство, московское нахальство. Наверное, почему? Потому что она умеет слушать. Это очень редкий и ценный дар, особенно у женщин, более жизнелюбивого и более верящего в завтрашний день человека. Но интенсивно живущим именно сейчас, именно сегодня, но верящий ещё и дальше, я не встречал. Я опять заплачу. Он настолько трогательно к вам относится, и это чувствуется в каждом слое. Так что я за вас рада. Спасибо. И никогда бы мы так не говорили об этом. Так вот у него что-то в голове родилось. Он никогда не говорил этого? Нет. А вы можете предположить, что скажет о вас ваш долголетний партнёр, я даже не могу сказать, сколько десятилетий вы вместе с Андреем Букиным. Что он о вас скажет, как вы думаете? Мы можем произнести это. В 2017 году, в начале года, исполнилось 40 лет, как мы вместе. Я не решилась произнести. Да, может, вы знаете, мы будем праздновать. И такое ощущение, что вы с ним катаетесь, во всяком случае, с рождения, с вашего. Спасибо. Андрей для меня более предсказуем, чем Игорь. Игорь до сих пор секрет. Тера инкогнито. Да, да, да. А что скажет Андрей? Ну, примерно. Ну, я думаю, что он скажет, что он доверяет мне. Я думаю, что он скажет о том, что он любит меня по-своему. Я думаю, что он это произнесёт. Слушайте. Она всегда была такой незащищённой сначала. Её можно было обидеть моментально. Сейчас она так научилась. Хрен ты её обидишь. Она ставит такие стены, такие заборы, колючую проволоку, что не перелезть, не добраться, не убежать. Ну, вот. И она сегодня научилась быть действительно властной. А это необходимо для директора. Она как вот взяла эту часть Татьяне Анатольевне Тарасовой. Та для нас была мать, но вас на идее тяжёлая. А Наташа вот становится такой же, вот как Татьяна Анатольевна. Правда, Татьяна Анатольевна, она и осталась такой вот прям. Ну, даже сейчас на сраной казине подъедешь иногда. А Наташка, нет, она душевная. Она наорёт, но она быстро отходит. У меня, к примеру, и у Игоря у нас замечательные позиции. У нас есть Наташа Бестемьяновна. Она за нас всё сделает. Удобно. Удобно. Про казу мы, конечно, оставили. Это на грани нормативной лексики, да. Но поскольку из песни слова не выкинешь, я решила, что пока пусть это будет так. Но вообще от него я никогда стены не строила. И я всегда для него открыта, для Андрея. Это он имеет в виду, наверное, общий. Наверное, нет. Да, да. Но он же говорит, Наташка, душа, и к вам можно подъехать, так я понимаю. Смешно. Сколько лет вы знакомы с Андреем? Я помню его, когда ему было 12 лет. Значит, мне было 9. То есть это фактически вся жизнь. Вы действительно такой были ранее моей беззащитной, как он говорит сейчас? Да, абсолютно точно. Я сейчас такая. Но вы сумели с собой справляться? Да, научилась. Вы знаете, способность краснеть, это, в общем, физиологическая такая особенность нас, рыжих людей. И вам знакомо вот это вот состояние от смущения, там, возмущения, неожиданности? Вдруг становится пунцовой. Ну, надо мной же издевались в сборной, когда я еще была в одиночном катании. Женя Шиваловский, он до сих пор наш очень близкий друг, и он такой хохмачий, невозможный. Весь автобус наблюдает, он подходит, я сижу тихо, как мышка у окна, в автобусе. Он подходит и говорит, но... Ну, я начинаю красить, ведь это как аттракцион, это показывалось как аттракцион, потому что это было... Вы сумели сейчас преодолеть вот эту вот пунцовость по каждому поводу, или нет? Нет, сейчас, конечно, я умею держать себя в руках, особенно на людях, особенно в каких-то... Ну, бывают, конечно, какие-то неожиданные ситуации, что опять раз, и покраснею. Да, бывает. А вот откуда эта закомплексованность, Наташа? Вас редко хвалили дома? Вы знаете, я очень долго над этим размышляла, потому что мне это было интересно. Уже сейчас про себя всё понимаешь, и я предполагаю, что это вот как-то Богом дано, потому что дома была очень комфортная обстановка, абсолютно любящих, обожающих друг друга людей. Родители были иногда строгими, они хорошо очень нас воспитывали, как-то вот, ну, вот мне кажется, идеальная абсолютно у нас была семья, и они всегда были за нас. А вы всё равно стеснительный человек. Да, ну вот я поэтому и говорю, что, скорее всего, это природное какое-то свойство. Я знаю, что вы оказались на льду, по-моему, в четыре года, да? Да. Практически всех фигуристов ведь родители приводят тогда, когда есть проблемы со здоровьем. У вас тоже было это? Да, у меня была история, ну, просто такая хрестоматийная. У меня под коленом какая-то была, какой-то была образована, ну, какой-то жил жировик, наверное. Вот. И врачи посоветовали убрать его. Когда сделали операцию, видимо, велели мне какое-то время не ходить, я была очень напугана. И когда папа через неделю должен был меня забрать из больницы, то он нёс меня на руках. Я отказалась. Я боялась ходить. И родители были просто в ужасе. Отдали в больницу живого ребёнка, а забрали оттуда человека, который не хочет ходить. Вообще не может, как они думали. И вот врачи сказали, давайте занимайтесь спортом, укрепляйте мышцы, и всё будет хорошо. И вот выбрали. Ну, то в то время. Какой вид спорта? Фигурное катание. Это было просто на пике популярности. Но вообще чаще всего всё-таки большие достижения в большом спорте это не только заслуга самих спортсменов, их тренеров, но и родителей, которые очень многие из них во всяком случае посвящают свою жизнь детям. У вас было примерно так же? Это мама. Мама не работала. У неё была инвалидность, и она была дома. И она растила нас, оберегала от всего. С братом. С братом, да, с братом. И, конечно, когда возникла эта история с тем, что нужно начать кататься, она стала водить меня на тренировки. И было трудно. Я сейчас вспоминаю. Было трудно. А вот для мамы это было всё-таки такое самопожертвование ради вашей будущей спортивной карьеры? Или такое погружение в вашу жизнь всё-таки давало ей самой смысл существования? Мама моя была удивительно талантливым человеком. А она кто по профессии была? Она Азбука Мурзе. Она была радистом, который соединялся с полярниками, которые зимовали. Но потом, когда родились мы, она уже не могла больше этим заниматься. То есть к творчеству это не имело? Вообще никак. Но она была потрясающий творческий человек. Она воспитывалась в детском доме. И у неё не было возможности проявить себя. И, видимо, она так страдала из-за этого. Она так хотела, чтобы дети её как бы были востребованы и раскрылись в том, к чему у них ближе душа. Она мне всегда говорила, я вижу тебя на сцене в лучах софитов. Вот она как видела, так и есть. Да, это на льду. Это своеобразная сцена. То есть получилось всё то, о чём она мечтала. Почему она была в детском доме? У неё погибли родители? Умерла мама, когда она была совсем крошкой. И она не помнит маму. Их было 8 человек детей, шестерой сестёрой двое братьев. И она с её старшей сестрой. Их отец отдал в детский дом, потому что он не мог их прокормить. Это очень грустная история, но они никогда мне не рассказывали, ну как бы вот папа сдал нас. Они всегда его обожали. Вот как-то таким... Вот этого я не понимаю. Неужели у неё не было обиды на родных за то, что они её фактически сдали в детский доме? Ведь не они одни жили так трудно в то время, но не всех же отдавали в детский дом. Вот каким-то образом. Она так всегда говорила про папу, который приходил, их навещал. Это равно грустная история. Грустная история, да. Вот сейчас только осознаю, да. А кем был папа ваш? Откуда он? Да, мой папа из-под Барнаула. Вы сибирячка наполовину. Наполовину, да. Из глухой деревушки. Все его родственники — это староверы. И я крещённая в староверческой церкви, да. Одно имя чего стоит вашего папы? Да, папа Филимон Кузьмич. Да, вот это корнями в эту деревушку. В 43-м он воевал, и потом он приехал в Москву и поступил в МИИД, закончил МИИД, и преподавал в профтехучилище, защитил диссертацию уже, когда мы были. Двое детей он ночами писал эту диссертацию, и потом стал заместителем управления профтехобразования. Он человек, который вырос и сам добился очень многого. Вы были близки с ним очень. Да, да, да. Я была его любимая дочка. Только год его нет с вами? Да, папы нет полтора года, и последние два года своей жизни он жил с нами. Мы забрали его к себе на дачу. Я вбегала к нему каждое утро, и каждый вечер, когда я возвращалась откуда-то, и всегда он улыбался. Он уже не мог ходить, но он всегда зарялся улыбкой, когда я вбегала. Я не могу прям... Ну, мы уже, в общем, практически ответили на мой следующий вопрос. Вот ваши родители, вам есть за что на них обижаться, прощать что-то, или вы благодарны им за всё? Я благодарна за всё. У меня вообще нет за что. Они настолько отдали всё, что у них было. Вот нам, с братом, при этом они очень трудно жили. У нас летом был огород, на котором выращивались овощи, которые делались заготовки. Ну, в общем, всё это было вот на таком уровне. И мама всегда говорила, она смотрела на папу и говорила, Филимошенька, ты у меня такой красивый, давай мы тебя отдадим какой-нибудь богатой женщине. Ты на ней женишься, заберёшься и богатый, ты же всё равно к нам вернёшься. В общем, вот такие вот, ну, смешные какие-то вещи. Они любили друг друга? Они очень любили друг друга, они очень счастливо жили. Вы говорили уже, что были очень застенчивым ребёнком, но фигурное катание – это ведь почти искусство, а значит зрелище. Вам не было страшно, что на вас будут смотреть, ну, тысячи зрителей? Я была застенчивым ребёнком в обыденной жизни. Как только включалась музыка, или как только я была в настроении творить, то я могла такое выдавать. Я становилась другим человеком, другую личностью абсолютно. Хорошо. А как в спортсменку вы верили в своё будущее вот в самом начале? Или всё-таки были какие-то сомнения? Я всегда занимала последнее место. Или предпоследнее. В одиночном катании. И мне так хотелось выигрывать. Вы знаете, вот говорят, что вот надо так хотеть, чтобы... Вот это и про меня. Мне так хотелось выигрывать, что это нельзя было ни с чем сравнивать. А вы не выигрываете. Вот долгое время не выигрываете. Вот недостатки там, слабые ноги. Нужно жалеть себя, или это становилось поводом наоборот, вот каким-то образом истово эти недостатки исправлять? Вот так я и жила. Я работала, и работала, и работала. Я действительно очень-очень себя переделывала, потому что, как говорил мой тренер, твои еврейские бедра не дают тебе как следует прыгать. Какие бедра? Ну, знаете, у меня вот такое строение ног, такой чуть-чуть иксов. Не рад. У меня... В общем, я все время с собой боролась. Я все время с собой боролась. Но вот об этом рассказывает ваш... Ну, вы уже сказали, ваш партнер на протяжении 40 лет, который знал вас еще до того, как вы стали его партнершей, Андрей Букин. На сборах мы перекрещивались. Я видел, как она работает. Очень много работала. Работящая девчонка была всегда. Потому что природой ей как бы физически не дано было. Сильных ног каких-то. Но она настолько шла к этой цели, и она настолько трудилась, что все остальные, например, ребята, девочки отдыхали. Наташа бегала. Пунцовая, рыжая, вся в веснушках. И бежит, там еще худеет при этом. Ей не надо было вес держать. И вот она бегает. Мы идем на тренировку. Ну что, Наташа? Я побежала. И вот такая она всегда была. Вот такая она всегда была. А вы всегда... Вот вы верили в то, что вы все равно победите. Вы умеете жить какими-то отдаленными мечтами и верить в светлое будущее? Я не скажу, что я прям верила, что я очень неуверенный в себе человек. И я... Вы знаете, одно дело хотеть, а другое дело верить. И если бы не Татьяна Анатольевна, которая действительно поверила в нас и вселила в нас эту веру, то вот эта уверенность, которая у нее была, она каким-то образом подпитала мое... Это только потом произошло. Конечно. А вообще, как вы думаете, у кого больше шансов по жизни стать победителем? У реалистов или у мечтателей? У мечтателей. Вы себя к этой категории? Конечно. И в детстве то же самое? Надо мечтать обязательно. И надо вставить очень высокие цели. А вам не хотелось, когда вот долгое время не было каких-то таких определенных высот в спорте, ну, все бросить и жить, как другие дети? Там бегать во дворе, смотреть телевизор, влюбляться в мальчиков, например? На самом деле, я влюблялась очень много и часто. Я почему-то так и думала, что... Я влюблялась, вот сколько себя помню. Вы больше влюблялись или в вас больше влюблялись? Нет-нет, я влюблялась. Ну, никто, кто тебе в пять лет скажет, кто тебе? А я влюблялась, вот сколько я себя помню, столько я влюблялась. И вот это всегда чувство влюбленности, был ли это реальный человек, или это кто-то... Вот, например, я была влюблена в капитана КВН. Я уже не помню, как его звали. Я когда видела его по телевизору, у меня... Вот я до сих пор помню, как я была в него влюблена, понимаете? Был мальчик в школе, такое какое-то было первое чувство, он за мной ухаживал, и всё. А вот кто был этот мальчик? Это было очень интересно, потому что, вот знаете, бывает в школе человек, в которого все влюблены, звезда в школе. А я рюкзак и накаток, рюкзак и накаток, рюкзак и накаток. Видимо, его так это задело, что как это? Все вот... А она рюкзак и накаток. И вдруг во время экзаменов, по-моему, уже в 10 классе, ко мне на велосипеде приезжает вот эта звезда этой школы. Это было просто... Просто шок. Вот это была его инициатива. Я не подавала никаких вот... Это при своей влюбчивости? Вот так мне... Я так думала. Не знаю, может быть, я какой-то взгляд и бросила. Нет, не помню уже сейчас. Вот, ну, какое-то время так мы общались, встречались. Ну, это было так детское... Ну, просто первая любовь, как правило, кончается ничем. Ну, наверное. Наверное. Но снова вернёмся в спорту, потому что куда без него в вашей жизни? В 1977 году, по-моему, произошло, наверное, главное событие в вашей спортивной жизни, потому что вы из одиночниц перешли в танцы на льду. Почему вы это сделали? К этому моменту, вот, мне было 16, когда я принимала решение, мне было 16 лет. И стало понятно, что, ну, можно остаться в одиночном катании. Но вот уже вот этого роста больше не будет. Всё равно же мы все стремились попасть в сборную, поехать в чемпионат Европы, мир. Всё. То есть для себя вы уже каким-то образом решали, что вам надо с одиночным катанием заканчивать. Я не разговаривала об этом с тренером, но внутренне я понимала. Ну вот почти каждый тренер, уход своего воспитанника, он ощущает как, ну, почти предательство. Вот вы тогда понимали, что такое для плинера ваш уход? Так в том-то и дело, поэтому я очень долго не решалась уйти. То есть у него было трудно в этот момент время? Да. Я понимала, что я ухожу, и всё, и что он будет делать? И я очень долго с этим тянула. Я плакала ужасно. Мама говорит, что ты плачешь? Хочу в танцы, иди в танцы. Нет, ну как же я могу уйти из-за одиночного? Оставайся в одиночном. То есть мама никак не могла меня натолкнуть на нужную какую-то вещь. И как вы всё-таки решили ему сказать, этот разговор был трудным для вас или таким коротким и достаточно сухим? Это был короткий разговор. Я взяла букет цветов, купила, и пришла к нему сказать, что я ухожу в танцы. Вот. И он мне сказал, положи этот букет на могилу моей жены. Его жены не было в живых уже к этому моменту. Но она сделала всё, чтобы он взял меня в свою группу. Она меня очень любила. И для меня это было просто вот, ну... Ну, я уже приняла решение. Я очень долго не могла с ним потом не общаться, не разговаривать. Я очень обиделась на него за это. Вот. И... Вы не чувствовали себя виноваты? Я не чувствовала себя виноват. А вообще чувствовать себя виноватым труднее, чем отстаивать свои интересы? Как вы думаете? Ну, мне кажется, надо реально вообще подходить. Ну, вообще, я чаще чувствую себя виноватой. Если что-то происходит, я всегда в себе копаюсь. Даже если... Там какие-то были соревнования, мы проигрывали, и все говорили, вас засудили. Я никогда так не воспринимала ситуацию. И я думаю... Ну, это свойство сильных людей. И только так можно дальше выжить и выиграть, да. Вот скажите, без здорового какого-то... Я не знаю, это же не эгоизм, это... Ну, это прагматизм, это понимание реалий. Вот Наталья Бестемьянова могла бы состояться и быть такой, какой она стала? Нет. Нет, должен быть прагматизм. Вот я уходила к Татьяне Анатольевне не только потому, что она талантливейший, потрясающий тренер, но и потому, что она уже имела чемпионов. Она уже знала, как. То есть это был, конечно, абсолютно обдуманный поступок. Вот о том, как все начиналось у вас с Андреем Букиным, он рассказывает, вспоминает. 13 января 1977 года, я вот это помню почему, потому что 13 января, после чемпионата России, вдруг Татьяна Анатольевна вызывает меня на тренировку, говорит, приходи, я тебе приготовил сюрприз. Ну, пришел. И вдруг Наташка, я говорю, ой, что такое? А она говорит, вот попробуйте сейчас, это твоя будет партнерша. Ну, мы встали. Ну, как? Наталья, она одиночница. Она прет, как одиночница. То есть, конечно, она бежала очень быстро, но без меня. Я там где-то вагончиком каким-то последним был, прицепным. Она перла. Мне сначала даже стало страшно. Думаю, как мне научить ее скользить, как танцоры. Моя-то работа была вести, и главное ее поймать. Настолько она эмоциональная в своем катании, что она могла забыть, что я есть рядом, и понестись сама. Я все время следил за ней. Мне было первые, сколько лет, десять, наверное, сложновато, потому что она отрывалась. Но когда мне сказали, а что Букин катается на двух ногах? Это же не технично все. Я как взорвался. Я их заставил поставить программу, где я все время технично катаюсь на одной ноге. Это самая нелюбимая, наверное, Наташкина программа. Потому что одеяло потянул на себя я. Потянул? Но он не прав. Он не прав. Я обожаю. Он говорит про программу по гонению. А я не забывала про него. Это не так. Но просто действительно я была очень темпераментная. И я очень хорошо чувствовала его. Он был прекрасным партнером. Он умел так. Вот всегда говорили, что я такая яркая. Именно потому, что он умел так меня преподнести и так меня поддержать, что я была видна. И это огромное искусство. Это очень большое искусство быть таким партнером. Когда вы встали в пару с Андреем Букиным, в вашей жизни еще не появился ваш будущий муж Игорь Бобрин. То есть вы были свободны. Скажите честно, все-таки была какая-то влюбленность в Андрея. Чуть-чуть. Не, Андрей вообще не герой моего романа. Я не была влюблена в него. Видимо, еще от того, что он только что катался на льду со своей первой партнершей, которая потом стала его женой. И я с ней дружила. Я точно знала. Ну вот, понимаете, я ее лучше знала, чем его. Он-то считает по-другому. Как все мужчины. Что я была влюблена, да? Да вы что? Вот самовлюбленные, а? В те времена было, ну, как-то принято, что партнер с партнершей муж-жена. И так приучили публику, что, в общем-то, если пара, то это пара по жизни. Я уже был влюблен, и у меня уже была как бы невеста, и Наташа знала ее хорошо. Были какие-то у Наташи какая-то, может быть, на меня, она увидела во мне партнера, а, значит, ты человек, которого надо любить, наверное. Я это, может быть, и даже почувствовал, я сразу же сказал, Наташа, давай так, мы решаем. У меня есть Ольга, мы с тобой работаем. И как-то она согласилась, сразу жив. Тем более, что потом она, ну, где-то, ну, через сколько? Да уж, наверное, через полтора, два, она влюбилась в Игоря, и я видел это, потому что мы все время ездим на соревнования, мы жили с ней в номере, она была с нами все время. В общем, вот почему есть книга пара, которой трое, потому что мы все время были втрою. Знаете, нам повезло, что мы не муж, жена, потому что мы расстаемся, и у нас есть какие-то, действительно, информацию, которую можно интересно рассказать, или просто, просто рассказать, что, а вот, слышишь, у меня было вот это, она, а у меня такое случилось, и поэтому мы всегда, как бы, друг друга слышали. Это было удобно и хорошо. Самоуверенный мужчина? Вы знаете, он не первый раз в интервью говорит о том, что он мне сказал, что у меня Оля, поэтому мы с тобой. Я вот этого не помню. Ну, простим. Пускай. Да, он почти родственник, так я понимаю. конечно, да. Вот с какого-то момента, с какого момента вы стали идти с Андреем только вверх? Ну, на самом деле, стали побеждать практически везде. На самом деле, как только мы вышли на первые свои соревнования, мы сразу их выиграли. Дальше все шло поднарастающее. Ведь наша спортивная карьера, это всего 11 лет. С 77-го года по 88-й год. мы успели за это время столько, сколько парень, не знаю, с 12 лет, который катается вместе. Но я понимаю, что уже этого ваша мама не увидела, который столько сделала для того, чтобы вы стали действительно победительницей, чемпионкой, как она говорила, в софитах. Вот об этом дне, когда ее не стало... Татьяна Анатольевна говорит. Татьяна Анатольевна. У нее умерла мама, ушла мама. И это был тяжелейший день. Я помню его просто по минутам, и не хочу даже его здесь воспроизводить, потому что это было настоящее горе девочки, которая была похожа на свою маму. И мама ее была прелестная женщина. Прелестная, с таким хорошим юмором, с такой какой-то улыбкой. Такая очень добродушная, такая размеренная, светлая ей память. И я, как нормальный человек, я же тоже ее очень любила. Ведь даже со своими детьми не столько проводишь время, сколько ты проводишь время со своими учениками. Мы все вместе, мы втроем. Мама болела? Нет, это было неожиданно. Это было неожиданно абсолютно для всех. Мама... У мамы была инвалидность. Она как бы всю жизнь казалась, что она всю жизнь не совсем здоровано. Вам был 20... Мне был 21. 21 год. Андрей сказал, что Татьяна Анатольевна с того момента стала, в общем, фактически вашей второй мамой. Или это просто слова? Вы знаете, когда я пришла к Татьене Анатольевне, я была так очарована всем. Я обожала Татьяне Анатольевне. Ну вот мне все нравилось в ней. Поэтому, когда я начала у нее тренироваться, я уже вошла в эту семью. Я не думаю, что с моей стороны что-то изменилось в отношении к Татьене Анатольевне с уходом мамы. Возможно, Татьяна Анатольевна почувствовала какую-то большую ответственность ко мне. Но у меня... Вот я уже к ней относилась, как к семье. И как раз был такой переходный период уже. Уже я перестала с мамой так близко делиться, общаться. Я уже влюбилась в Игоря. Какие-то отношения начались. И я почему-то боялась маме про них рассказать. В общем, вот об этом я очень жалею. Ну, фактически, вы сами подвели меня ко второй главе, которая называется «Он». И будет посвящена главному, я так понимаю, мужчине в вашей жизни Игорю Бобрину. О нём рассказывает сначала Андрей Букин. Ой, вы знаете, Игорька, я вот за что его полюбил тогда, когда мы с ним познакомились в 1972 году. Это мы были в Ростове-на-Дону. Мне настолько понравился этот фигурист в тот момент, вот просто сразу же, что он был ярким на льду. Он был интересен в катании, он артист, он просто вот творческая личность. Он потрясающий кулинар. Вот Наташа готовит, Наташа готовит, но он, когда у нас здесь сборище, они устраивают у себя это всё. Это будет и Баранинка, это будут и Котлетки, это будет и Зраса, это будет и Долма, это будет всё. Это домашний человек и любящий Наташу. Это на кого он посмотрел? А Игорь, наверное, там было. Это не я была, это Игорь был. Меня же не пустили, я не слышала ничего. Это всё для меня сейчас сюрприз. Да. Татьяна Анатольевна Тарасова. Жить с таким человеком интересна. Игорь интересный человек очень. Он, конечно, и пишет, и играет, и он актёр потрясающий. И всё, что он делает, он делает на такой тонкой грани, когда они выпячивают свой талант. Он человек очень органичный и очень талантливый. И, конечно, жизнь талантливым человеком это счастье, но и большая работа. Большая работа? Ну, это моя жизнь, не знаю, работа ли это. Ну, как-то она очень так со значением сказала. Татьяна Анатольевна видит Игоря со стороны, она говорит вещи очень правильные, наверное. Но для меня это был настолько подарок. Вот я вам говорила, что я человек очень обособленный. Я мало с кем вообще разговаривала. Я не открывалась никому. Игорь такой же. Мы, когда с ним начали общаться, мы говорили ночами напролёт. Это настолько мы нашли друг друга, что дальше это было, ну, вот как будто люди жили, вот и терпели, и терпели. И вдруг, и вдруг вот появился человек, с которым можно разговаривать, можно молчать, можно всё, всё что угодно. Поэтому для меня Игорь это, ну, я не знаю, с кем бы я ещё могла вот жить рядом. Я вообще мало с кем могу существовать рядом. О себе рассказывает ваш муж. Единственный, с кем вы можете существовать. Честно вам скажу, что я до сих пор не привык к Москве, к московскому образу жизни. Поэтому радует, что у нас существует такая отдушина, как дачный участок, который мы большее время проводим. И я часто, вот именно с москвичами, я всегда очень сложно нахожу быстрый контакт, что ли. Потому что мне всегда кажется, что это слишком возбуждённо, слишком это всё неправильно. Ну, нет, моё ощущение. Многие артисты, которые по разным причинам уже не работают у нас, вспоминая о общении со мной, они всегда говорили, поочеркивали такое, что мы больше всего боимся, когда Боварин переходит на тихий голос. Я вообще-то никогда не кричу и не повышаю голоса, но когда у меня слишком понижена вот эта тембральность, то для них это самое страшное бывает, что сейчас что-то за этим последует. Я не люблю принимать решения сразу же. Я должен подумать, я должен... Ну, это, наверное, естественно, для любого здравомыслящего человека, здравомыслящих людям я не отношу женщин. Я готов к любым истерикам и к любым несогласиям. Так если любишь вообще все, можно простить, да? Точную характеристику себе он дал? Да. У него вообще очень интересный тембр голоса. Знаете, говорят, женщины любят ушами. Когда мне звонил, я до сих пор помню, у меня внутри что-то переворачивалось от звука его голоса. У него очень индивидуальный тембр голоса. И когда он делает замечания, он делает это очень тихим голосом. И вот все замирают. Я должна заорать, закричать. А когда он говорит, он говорит, это тихо. И это всегда заставляет всех замолчать. Это потрясающее качество. Вы вышли замуж за Игоря Бобрина, когда вам было 23 года. А я поняла, что вы знакомы с ним с 15 лет. Вот когда и где москвичка встретилась и сумела подружиться с ленинградцем, чтобы пригласить его даже на свой 17-й день рождения? Был вот этот первый тур мой, в который я поехала с номером под песню Пугачёва и Орликина. И меня все заметили с этим номером, потому что я абсолютно отрывалась. Просто купалась в полном восторге от роли, которые я там исполняла. И мы решили сделать на последнем вступлении такой зелёный концерт. Перемешали все имена и каждый вытащил из шапки имя, с кем он будет выходить на поклон. И вы вытащили. И мне достался Игорь. Или ему достался. Я уж не помню, кто как. Но достались друг другу. И мы, значит, разговаривали, мы придумали что-то вместе. Я, он, спящий ковбой, он всё время засыпал, а я его будила. Ну, в общем, это целая была зарисовка, и я очень хорошо помню, как это было. Именно тогда вы поняли, что он вам нравится? Или когда вы его впервые заметили? Вы знаете, я обожала всегда то, что он делает на льду. Его талант, его творчество. Когда он сделал свой номер ковбой, я ещё была в одиночном, это было очень-очень до того. Я помню, что мы с мамой что-то делали на кухне, что-то готовили, и брат крикнул мне из комнаты, иди скорее, этот Бобрин опять что-то придумал. И я прибежала к телевизору, и он показывал ковбоя в первый раз. Вот я помню, что я просто замерла у телевизора. Вот это вот первый момент, когда к вам всё-таки пришло сначала ощущение поклонницы такой вот его творчества, а не влюблённости девушки. Нет, я была фанаткой. Таких было не знаю, тысячи. Да перед вами сидит фанатка, потому что я помню его о ковбоя, вот это потрясающее сэшида, и можно было смотреть сколько угодно. И он мне казался безумно таким таинственным, каким-то отдельным. Для всех для нас он таким был. Ни на кого не похожим. И чуть-чуть таким высокомерным снобом. Но это я видела по телевизору. И мне так казалось. И мне так... Он казался очень закрытым. И очень... Он действительно очень закрытый человек. Поэтому я говорю, когда мы начали общаться и разговаривать, и я поняла, как там всё на самом деле просто. И он просто закрывает эту... просто... То есть никакого невысокомерия, ни отдельного... Ничего этого не было? Нет. Сердцу, в общем, не прикажешь. Одно дело быть просто вот влюблённый вот этот образ, который существовал на экране, это было вашей фантазией, а другое дело полюбить человека, который на 7 лет старше, который живёт в другом городе, который не свободен, у которого есть ребёнок. Вы не боялись тогда вашей влюблённости? Не боялись, что априори вот это вот чувство, оно будет изначально непростым. Вы знаете, когда я поняла, что моя влюблённость взаимна, то был... Вот я вообще ни о чём больше не думала. Я была так счастлива, и когда мне кто-либо говорил о том, что ну вот, ты будешь одна, ты будешь... Мне было это так странно слышать. То есть вам было всё равно, будете вы одна, уйдёт ли он из семьи. Главное, что он есть в этой жизни. Конечно. Я вообще не хотела, чтобы он из семьи уходил. У меня вообще этого даже не было в мыслях. Наташа. У меня даже в мыслях этого не было. Мы... Он любил меня, и я любила его. И так... Ну так получилось. Просто так произошло, что в конце концов семья распалась. И я глубоко уверена в том, что это не из-за меня она распалась. Я очень уверена. Ну вот я просто... Я точно знаю. Вы даже не пытались как-то избавиться от этой трудной любви вообще. Ну сначала это было такое чувство довольно такое отдалённое. И я как бы хотела бы, чтобы его не было. И я как бы начинала встречаться с кем-то. Но потом, когда мы объяснились, и стало понятно, что мы не можем жить друг без друга, тогда всё. И всё... Я была очень... Где это было? Как это произошло? Это произошло в очень романтичной обстановке. Это было в Канаде. Мне кажется, это была Оттава. И я жила в одноместном номере, и он пришёл ко мне в номер, и мы объяснились. Вот из этого момента Игорь практически каждую ночь уже был у меня. И это была очень смешная история. Ну, раньше же ездили ГБшники всегда. И ездил с нами такой человек, который был очень молод и очень... С хорошим чувством юмора. Мы с ним очень дружили. Ну, абсолютно замечательный дядька был. И он жил всегда у меня за стенкой. И, в общем, проходит какое-то время, он подходит к нам и говорит, «Ребят, ну, я всё понимаю. Ну, чё так ржать-то с утра? Потому что я просыпалась, и первое, что я начинала делать, я начинала хохотать как безумная». Я-то думала, что вот это был момент, когда, с одной стороны, всё стало как-то приятно и радостно, потому что это взаимно. И, с другой стороны, обречённо и трудно, потому что человек, которого вы любите, не свободен. Слушайте, ну, это... Я не знаю, то ли это закон самосохранения, или это... Ну, мне кажется, это единственное правильное, потому что любовь — это огромный дар. Ведь любить, вот по-настоящему любить, это огромное счастье. А когда это взаимно? Это же абсолютно потрясающе. Ну, когда ты понимаешь, что человек, которого ты любишь, ну, не может быть с тобой постоянно. Ведь это уже хочется. Наташа, Наталья Филимоновна. Просто я так много тренировалась, я так была отдана спорту, и те часы, которые нам удавалось проводить вместе, это было таким счастьем, необыкновенным просто. Удивительное, абсолютно. Удивительно, я знаю. Но я не вру, правда. Нет, я верю вам, да. Я именно тогда так воспринимала это. Ваши отношения долго оставались тайной, не для посвященных? Или вот уже человек из КГБ уже знал? Ну, на самом деле, это было очень видно. Это было очень видно, потому что мы всегда сидели в автобусе рядом. Да. Мы всегда держались за руку. Сверху была кинута там моя кофта. Какая-нибудь. Я помню, Тамара Николаевна, москвина, она была руководителем в этом туре. И уже она понимала и чувствовала, она крестная сына Игоря. И она, видимо, она не понимает, что происходит. Я помню, что она подошла к нам и сдернула эту кофту. И увидела наши руки, вот так посмотрела на нас и пошла. Бросила. Ничего не сказала. Мы сейчас очень дружим с Тамарой Николаевной, москвиной. Самое главное, как об этом узнал ваш тренер Татьяна Анатольевна Тарасовна? Это было очень смешно. Ее же не было в этом туре. Она мне позвонила ночью. И потому как я с ней разговаривала, она сказала, ты не одна. Я говорю, Татьяна Анатольевна, ну что вы? Ладно, в Москве поговорим. Но она сразу поняла. Все-таки вы для нее, естественно, были больше, чем просто ученицы, воспитанницы, поэтому она была не в восторге от ваших отношений. Конечно, она была не в восторге, потому что, именно потому что Игорь женат и был. И поэтому это была очень интересная история, тоже я очень хорошо ее помню. на Олимпийских играх еще в 80-м году. Я сидела на трибуне, а Игорь катался. И у него в программе был такой крест, когда он обращался на четыре стороны. И вот когда он обращался на ту трибуну, где сидели мы, он во время произвольной программы посмотрел мне в глаза. И это поняли все. И в том числе Татьяна Анатольевна. Она так мне посмотрела и говорит, ты мне не влюбись, смотри. Поздно. Уже все, проехали. Послушайте, как она вспоминает об этом. У меня есть такая фотография, когда они еще и не были вместе совсем. Я поняла, что уже, наверное, за год или за два до того она смотрела только в его сторону. Поэтому очень беспокоилась, когда она влюбилась в Игоре. По причинам, которые я не хочу даже сейчас называть. Но я была знакома и дружила с Юрой Овчинниковым, которая была целая. Она его сестре, он был женат, и она была очень хорошая. Тоже девочка Наташа. Уже звали Наташу, у них был ребенок. И, конечно, я не хотела, не хотела, чтобы у Наташи так тяжело началась жизнь, как началась она, например, у меня. Я не хотела этого. Но с этим сделать ничего было невозможно. Я вообще-то к любви отношусь очень с большим уважением. Считаю, что самое главное, что есть в жизни. Профессия и любовь. Любовь и профессия. Я не могла не принять. И не могла принять. Мне просто было очень тяжело. Она пыталась вас как-то мягко предостеречь, когда она поняла, что, ну, вот, любовь, к которой она относится с таким уважением. Или она категорически настаивала на том, чтобы вы прекратили отношения? Вот мне очень сложно сейчас сказать. Я помню, что она мне вот рассказывала о том, что ты не понимаешь, во что ты ввязалась. Ты... Он никогда не уйдет из семьи. Ты будешь все праздники и проводить одна. Ты себя обрекаешь на чудовищную жизнь. И вот, когда она мне это говорила, мне было так обидно за наши отношения, что мне даже... Мне не хотелось этого слушать. И я обижалась на нее. Мне было это... Вы не понимали, что она, наверное, по-матерински пыталась... Она права, конечно. Она правильно, наверное, меня... Но в тот момент моей первой вот этой такой огромной всепоглощающей любви она мне портила все. Вот я считаю, что она мне портила мою вот эту первую вот такое большое чувство. И в какой-то момент мы поняли с Игорем, что нам нужно как-то... Ну вот что-то нужно сделать, чтобы не дразнить вот всех. Потому что очень много было... То есть закрыться. Да. И мы для всех сделали вид, что мы поссорились и что мы расстались. Мы сидели в разных местах в автобусе. Мы не... Он приезжал на сборы, мы делали вид, что мы не общаемся. Ну, ночью мы где-то там встречались. Вот. И вот это какое-то время длилось. Но мы никогда с ним не расставались. Но вы жили в разных городах. Вот когда отношения ваши стали близкими, вы встречались опять только на сборах или соревнованиях? Или он все-таки стал приезжать к вам в Москву? Он садился на машину и с какой-то там дикой скоростью за семь часов сорок две минуты он доезжал до меня, забирал меня. Мы тогда жили в Чертану. Он всегда жил в гостинице Украина. Выводили как-то один раз меня из гостиницы. Знаете, ночью кто-то вошел, сказал, что вы тут делаете. Но это счастливое было время. Да, мы до сих пор, когда проезжаем мимо гостиницы Украины, Игорь Светлана говорит, он, башенка моя, помнишь? Да. Игорь в то время уже говорил о том, как он видит ваше будущее? Нет, мы жили сегодняшним днем. Но как он давал вам понять, что все это очень серьезно? Не знаю. Я знала, что это серьезно. Никак он мне не давал понять. Я просто это знала. Но вы верили ему абсолютно безоборочно. Абсолютно верила. И мы просто понимали, мы же жили в Советском Союзе. Мы понимали, что человек, который разводится, он будет невыездным. Тогда же вот тоже это была история. Поэтому это даже не обсуждалось. Потому что это, ну, поставить крест вообще на всем. Но вы тогда ощущали себя почти женой или той, которая должна только любить, ждать и не требовать ничего взамен? У меня не было времени все вот таким образом осознать. Потому что в 81-м году мы объяснились. А в 83-м в апреле или в мае его жена подала на развод. Она сама подала на развод. Узнав о всей этой ситуации. Ну, в общем, так-так случилось. И как только их развели, мы буквально через некоторое время повлиялись. Ну, вот кажется, что, в общем, какая-то трудная любовь. Или он так же легко относился ко всему, как и вы? Нет, он совсем другой человек. Для него это был очень тяжелый шаг. И маленький сын. И он действительно должен был выйти из семьи. Ну, вот, когда вы еще были свободны, когда еще не до конца все определено о вас с Игорем. Игорь, понимая, что вы молоды, красивы, успешны, он не боялся вас потерять. Он женатый человек. Вы свободная, красивая, Кармен. Вот. И к тому же можно же было ревновать. Вы с Андреем проводили времени гораздо больше, чем со всеми другими. Вы знаете, был один момент, когда мне показалось, что он меня заревновал. Но это как раз произошло после того, когда они развелись. Да. Это был май. Я начала красиво одеваться. Ну, как бы молода, красива и весела. И вот что-то такое ему не понравилось, наверное, он кому-то меня... Я даже не знаю, кому можно было меня преревновать, потому что это безосновательно. И когда я это увидела, я ему говорю, слушай, да в чем же это дело-то? Давай поженимся. Это вы сделали предложение? Я сделала, потому что я увидела, как он расстроен чем-то. Я поняла, что надо... Зачем? Зачем, когда такая жизнь прекрасная может быть? И он сразу сказал, давай, моментально. Боже мой. Да. И вот вы поженились. Это было в 1983 году. Мы переходим к последней главе, которая называется «Они». Вашу семью представит сначала Андрей Букин. Игорь из Питера. Люди спокойные, размеренные. У них же жизнь-то всегда такая питерская. Хотя культурная столица, ничего не могу сказать. А мы же бешеные москвичи, поэтому, конечно, разные характеры. И Наташка, она намного эмоциональнее, намного требовательнее. Игорь тоже требовательный, но он спокойно внутренне требовательный. Если он бесится, то он внутренне бесится. У Наташи сразу же моментально идет впрямую. А сейчас нет, сейчас уже Наташа с Игорем они подняли друг друга, чтобы не ссориться. Да, они, может быть, раздражаются, как и в любой семье. Это обязательно. Я не знаю, какая идеальная семья может быть, чтобы ни разу не поругаться или не обидеться, например, друг на друга. Ссоритесь? Вы знаете, мы когда только начали жить вместе, мы часто ссорились. Ссорились, обижались. Я обижалась ужасно, а он обижался. Был какой-то момент, когда я что-то на него обиделась, и он сказал, все, ухожу. И знаете, что он с собой взял? Он взял с собой небольшую сумку, в которую положил фен, зубную щетку и расческу. Я была в бешенстве просто. То есть, вот ему для того, чтобы выйти, все равно надо утром причесаться. Я была так рассержена, ну как это? То есть смешно. Да, да, ну в общем, не ушел никуда. Нет. Нельзя ссориться, это вообще никому не нужно, терять куски жизни. Игорь рассказывает о вашей сибирной жизни. У нас такое различие, она жаворонок, а я сова. Вот. И поэтому мне, конечно, безумно сложно с утра врубаться в кучу уже ею переговоренных телефонных разговоров. Ну, единственное, она мне дает поблажками, она мне дает выпить хотя бы чашку кофе. И дальше понеслось, все. Ну, зато я вечером на ней отдыхаю. Ну, я не пессимист, это точно. Но у меня такая черта, я сразу же замолкаю, затихаю, хмурюсь. Вот. А у нее жизнь пошла дальше. В этой разности и наше счастье. Скажу вам больше, что мне с Наташей очень хороший дуэт в паре на кухне. И мы с Наташей не мешаемся на кухне друг с другом без столкновения у нас. Ножами не кидаем друг к другу. И иногда получается очень даже красиво и, несомненно, вкусно. Вы готовите? Да. У нас в семье большую часть времени готовит Игорь. Так повел. Когда я вышла за него замуж, я вообще не умела готовить никак. Он меня всему учил. И я научилась готовить, и первое время я изображала, готовила. Но сейчас я ничего не изображала. Я не люблю готовить. И поэтому в повседневной жизни готовит Игорь. И ему это очень нравится. Вот к моменту, когда вы решили пожениться, Татьяна Анатольевна уже смирилась с Игорем или все-таки по-прежнему считала, что все-таки это не лучший кандидат вам мужья? К этому моменту она считала, что жениться перед Олимпийскими играми нельзя, потому что это отвлечет меня от основного дела, которое нужно делать. Очень было смешно, как она отправляла на свадебное путешествие. Вот заканчивается свадьба, вот она собирается уходить со свадьбы, она знает, что мы там через день уезжали куда-то отдыхать. И она мне, ты мне смотри, приседай, приседай, ноги качай. Это было так смешно на свадьбе, это было просто... Ну... А с сыном Игорь продолжал общаться или тоже были какие-то сложности вот в тот момент? Ну, Игорь мог общаться с ним только если он приезжал в Питер. То есть его не отпускали, вот он не мог его забрать. А так как мы жили в Москве, а в Питере он бывал редко, то, конечно, он видел сына редко. Он очень скучал по сыну? Я не знаю, мы никогда на эту тему... Нет, мы не обсуждали эту тему никогда. Когда Максиму исполнилось 19 лет, мы с гастролями театра были в Санкт-Петербурге, и он сам пришел к нам и познакомился со мной. И как только мы с ним познакомились, мы тут же пригласили его в Москву, и он сел буквально через некоторое... Он приехал в Москву, и мы с ним гуляли очень долго по Москве, и он, как потом его мама говорила Игорь, он абсолютно влюбился в то, как вы живете. А он в Москве живет? Нет, он живет в Санкт-Петербурге, он хирург, оперирующий хирург, мы до сих пор не можем понять, как это. Он делает по несколько операций в день и чинит людей. Удивительно абсолютно. Но он родной для вас человек. Да, да, он наша семья, конечно, конечно. Но вернемся вот к моменту официального вашего замужества. Тогда практически сразу началось вот это ваше восхождение звездное с Андреем, когда вы побеждали на всех чемпионатах и увенчалось все это олимпийским золотом. Я понимаю, сколько было труда, но и радости, когда это было. Я не понимаю, как трудно было, наверное, в этот момент Игорю, когда вроде бы вот уже он мог быть с вами, а опять оказался далеко от вас. Я думаю, что это один из самых трудных моментов в жизни Игоря. Я думаю, что даже его уход из спорта не был так труден. Послушайте, как он вспоминает. В связи с тем, что она занималась танцем на льду, я одиночным катанием мужским, то нас просто судьба разносила в разные места, в разные уголки страны или мира. Это проблемно, конечно. Это было мучительно, больно. Такой замечательный случай был, когда Наташа после чемпионата мира они уезжали в турне. Это еще где-то месяц ее отсутствия. Ну, женщины обычно это что? У них чемоданы на неделю, на месяц. Это должно быть смена всего. И она лишние вещи отправляла, чтобы я встретил и забрал эти лишние. Чемодан получился. И на чемодане маленький конвертик такой был. Лапуля целую, рыжик. Я думаю, ну вот еще месяц я буду ее ждать. Она мне тут лапуля, рыжик целую, три слова, что не могла что-то такое мне прислать. Бросил этот чемодан и все. Через месяц она приезжает и говорит, а ты чемодан открывал? Я говорю, нет, не открывал. Я тебе там цветы положил. Такой прекрасный гербарий был. Так что, как относиться к разлуке и как относиться к этим моментам, когда мы ждем и нам не хватает друг друга, можно относиться и вот так. А вот эти цветы, гербарий в чемодане, это было ваше такое своеобразное извинение за ваше отсутствие, просьбу понять или просто вот какое-то такое признание в любви? Это было признание в любви, я никогда не извинялась за свое отсутствие. Мы все прекрасно понимали, что это то, что я должна доделать до конца и если я этого не сделаю, то это сделает меня несчастной на всю жизнь. То есть вот в эти самые четыре счастливых спортивных года для вас был выше вот каких-то мелких уколов самолюбия, ревности мужской, профессиональной? Он всячески хотел помогать тому, что мы делаем, потому что были разные моменты, трудные моменты и, например, я прихожу с тренировки, мы поссорились с Андреем, мы уже были на грани и мы начали ссориться, я прихожу с тренировки и у меня слезы текут и он всегда говорит, сейчас зонтик подставим. Он тут же шел на кухню, какой-то изобретал салатик для меня, какой-то, он всегда поддерживал меня, да. Вы уходили без большого спорта, непобежденный, и готовы изменить свою жизнь. Ваш партнер Андрей Букин, он был готов к тому, что вы с ним уходите из спорта, что вы с ним расстаетесь? Ну да, мы с ним это обсуждали много раз, он прекрасно знал, что я ухожу к Игорю в театр и он сказал, что он никуда не пойдет и он не будет больше кататься. Вы его звали тогда или вы на какой-то момент... Конечно, звали. Мы, конечно, звали Андрея к нам. А чем он занимался тогда? Он пошел работать в спорткомитет, он проработал там 9 месяцев, как мы теперь в шутку говорим. Выносил это желание прийти к нам в театр. Вы до сих пор выступаете с Андреем, слава богу, на льду в вашем театре, но у него по этому поводу особое мнение. Послушайте. Она действительно сильнее нас, она тянет всю эту бригаду, я не знаю, там все тянет. Это основа сегодняшняя наша, потому что вот даже и Игорь, она не отпускает со льда, хотя он уже по полной сопротивляется. И я тоже прошу ее все время, давай все закончим, ну давай уже, ну давай найдем кого-нибудь другого, замену в нашем коллективе. Нет, я сама хочу кататься, я с ума сойду, если я не буду кататься. И вот я прям понимаю, что песок уже не то что сыпется, он уже осыпался, сейчас уже камни пойдут из всех мест. И поэтому, не, она держит, держит. Ну вообще-то, конечно, до песка и камни пада еще очень далеко. Просто Андрей с таким замечательным чувством юмора и самоиронии. Да, Андрей очень часто говорит одно, а думает другое. Я не думаю, что он так прям не хочет кататься. Я абсолютно уверена в том, что докатавшись до нашего возраста, останавливаться просто нельзя. это просто вредно. Поэтому мы потихонечку себе катаемся в силу столько, сколько мы можем. Вот. И, конечно, у нас есть другие солисты уже в театре. И, конечно, уже сменилось поколение. И мы абсолютно не тянем на себя никакое одеяло, а делаем это только тогда, когда это действительно нужно. Вот. И... Но Кармен я пока никому не готова. Все-таки, как вы думаете, сколько лет у вас еще впереди вот на этой ледовой сцене? Ровно столько, сколько мы сами захотим. Надо себя просто держать в форме. Когда был большой спорт, вы с Игорем, в общем, очень немного тогда встречались. Теперь вы работаете вместе и, в общем, не расстаетесь круглые сутки. Вот скажите, в каком периоде семейной жизни гораздо меньше конфликтов, каких-то споров? я не прекращаю повторять мною выведенное правило, что любовь крепнет в разлуке, это полный бред. Любовь крепнет тогда, когда люди живут вместе. Это мною проверено, и это абсолютная аксиома для меня. Поэтому, если мы надоедаем друг друга сейчас, так бывает, то мы просто расходимся в разные стороны, и всё. В чём вы каждый день видите проявление вашей с мужем любви? Вот в чём оно? Или это очень всё эфемерно, и поэтому рассказать нельзя? Это в мыслях. Вот я, например, периодически в течение дня я должна быть уверена, что он в хорошем настроении. Я должна позвонить и услышать его голос. А если плохое? Вот я беспокоюсь всегда. Я должна быть всегда уверена, что у него всё хорошо. Наташа, вы, наверное, очень редкий человек, с которым остаётся абсолютно все. У вас долгий брак, долгое партнёрство, долгая дружба с вашим тренером. Вы удерживаете людей рядом с собой, прикладывая какие-то усилия, или просто с вами расстаться невозможно? Нет. Если объективно. Объективно я прикладываю усилия. Отношения людей и дружба требуют работы. И это очень приятная работа. Но о чем в жизни заниматься ещё? Вот в сегодняшнем времени, в сегодняшнем возрасте для вас что в этой жизни важнее всего? Слава, карьера, деньги, востребованность? Или всё-таки любовь человека, который рядом с вами? Однозначная любовь человека. Прекрасный финал. Как всегда, в конце программы я прошу вас вспомните, пожалуйста, один или два каких-то момента вашего личного счастья, которые о каких-то деталях, которые вы помните. Я очень люблю плавать. И около нашего дома недалеко есть пруд, в котором я плаваю. И я не могу забыть вот эту картинку, которая происходит каждое лето. Я уплываю далеко в пруд. Через некоторое время Игорь кидает в воду игрушку, и за мной начинает плыть наша собака. И как Игорь говорит, два рыжа от меня уплывают. Его тоже зовут Рыж. И когда мы плывём обратно, и мы видим, что мы плывём к нему. Вот это у меня картинка счастья. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Чудесный абсолютно разговор. И я вас очень-очень уважаю, люблю. Спасибо, Наташа. Спасибо. Смотрите. Она чемпионка Олимпийских игр на всякий случай. Ещё и серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года. Она хотела иметь первые роли. И она, естественно, Игоря достала до печёных. Вот это вот у нас с параллелью она проходит всё время. То есть пара Бестемьянова-Букин это семейная пара. Ну как, я для неё был, наверное, старшим братом. А старший брат должен как? обеспечивать безопасность, спокойствие для своей сестры, естественно. Она фильтрует через себя, иногда очень часто расстраивается, очень близко к себе принимает чужие проблемы, чужие невзгоды. Она очень цельный человек. Она человек, с которым разговариваешь, и который понимает себя. Я с ней дышу одним воздухом, я понимаю всё, что она говорит, а я надеюсь, что она понимает всё, что говорю я. «Стро» 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 Продолжение следует...